Сегодняшняя тема — ядерные реакции. Химические реакции мы знаем, да, какие бывают? В результате химических реакций разрушаются химические связи и образуются новые молекулы за счёт образования новых связей. А ядерные реакции — это реакции, в которых один атом превращается совсем другого атома. То есть элемент меняется, атом меняется, протоны меняются. Тут не образуются новые связи, не разрушаются связи, поэтому ядерная реакция считается не химическим явлением. Ядерные реакции — это физическое явление. Понятно, да? Ядерные реакции — это как бы не химия, это физика. Так, надо знать первую тему строения атомов. Все знают, да, строение атомов. Изотопы, изобары, протоны, нейтроны, электроны и так далее. Давайте немного повторяем. Что такое изотоп? Изотоп — это разновидность атомов, имеющая одинаковое количество протонов, но отличается массой. Значит, кислород 16, кислород 17, кислород 18. С левой стороны, на нижней части мы напишем количество протонов, правильно? 8, 8, 8. А на верхней части — атомную массу. А атомная масса — это что такое? Атомная масса — это протон плюс нейтрон. Второй изобар — это уже понятие между изотопами разных элементов атомов, правильно? Значит, тут химический знак уже по-другому должен быть у двух атомов. Например, углерод и азот. Если у каких-то изотопов углерода, азота массы равны друг другу, таких атомов мы считаем изобаром, правильно? Так, 13, 13, 6 и 7. Да, изобар — это масса одинаковая. А изотон? Нитроны одинаковые. Изотон — это тоже разные атомы, атомы разных элементов, когда имеют одинаковое количество нейтронов. Вот того же углерода 13, если берем, тут сколько нейтронов? 7, правильно? А у азота тоже должно быть 7 нейтронов, чтобы они считались изотонами, тогда масса 14. Масса 14. Когда вообще протекают ядерные реакции? Что такое радиоактивность? Мы тут изучаем радиоактивность. Некоторые изотопы радиоактивны. Значит, радио — это луч, испускает из себя различные мелкие частицы, превращаясь в более стабильного изотопа. Вот это называется радиоактивность. Не каждый изотоп считается неустойчивым. Мольшинство изотоп устойчивое. Вот изотоп кислорода 16, например, углерода 12. Они устойчивые, когда атом считается неустойчивым. Если в составе количество нейтронов полтора раза больше, хотя бы полтора раза больше, чем протоны, тогда ядро считается неустойчивым, потому что в ядре должен быть баланс. Соотношение нейтронов и протонов должно быть в каких-то пределах. Если слишком много нейтрона, тогда этот изотоп начинает испускать из себя различные частицы, чтобы уменьшить вот это соотношение. Давайте берем изотоп урана. Какого-нибудь урана 92-й, 232 изотопа используется. К протону тут сколько? 92. Нейтрона сколько? 232 минус 92. 140. Стараемся определить соотношение нейтронов к протонам. Тогда 140 поделим на 92. Получится? 1, 50. Сколько? 52. Вот видите? Больше. А у основных устойчивых атомов вот это соотношение в пределах. От 1 до 1,5. Вот, например, кальций 20-20. Или кислород 8-8. С увеличением количества протонов вот это соотношение возрастает. Значит, в основном радиоактивные изотопы имеют очень много протонов. То есть порядковый номер большой. Понятно? Да, это в основном вот лантаноиды, актиноиды, уран, торий. Вот. Что происходит с ураном? Как уран уменьшает вот это соотношение? Тут есть разные способы. Есть разные, значит, процессы, протекающие при распаде одного элемента. Давайте мы изучаем этих распадов. Первый. Альфа-распад. Так, что это значит? В результате, чтобы уменьшить это соотношение, атом из себя выделяет альфа-частицу. А что такое альфа-частица? Это частица, имеющая два протона и два нейтрона. То есть масса 4, заряд, то есть протоны 2. Это как гелий. Альфа-это есть гелий. А не надо? Давайте посмотреть, уменьшается ли или увеличивается, если из урана образуется альфа-частица. 232. Так, мы получаем в результате альфа-частицу 2, 4 и какого-нибудь неизвестного изотопа. А какой именно этот изотоп мы легко определяем. В отличие от химических реакций, в ядерных реакциях и заряд до и после реакции должен равняться и масса. То есть то, что пишется снизу, это заряд. Может быть и отрицательный заряд. Так, на какое число, если прибавить 2, получаем 92. И на какое число, если прибавить 4, получаем 232. 228. Вот, получаем, значит, торий, 90 элемент, это торий. Получается торий массой 228. А какие получатся эти элементы? Чтобы получилось нормальное у нас соотношение. Если нейтроны больше полтора раза, чем протоны, тогда происходит различный процесс, чтобы уменьшить этот процесс. А протоны больше не может быть. Протоны больше у кого? Только у водорода. А потом они как-то равняются у азота, кислорода, а потом нейтроны больше становятся. Вот берите, например, рубиди, стронции, там уже нейтроны больше, но не так много. А, значит, с возрастанием порядкового номера, вот это соотношение увеличивается. Нестабильный атом получается. У каждого атома есть период полураспада. То есть они по-разному разлагаются. Кто-то за 20, кто-то за 2 года и так далее. Период полураспада, если мы в этом школьной программе не проходим, период полураспада это что? Это значит, за какой-то период ровно половина, сколько бы ни было, тут ровно половина разлагается. Это значит, на самом деле, это вещество никогда не закончится, если всегда ровно половина разлагается. Правильно? Закончится, когда мы... Нет, потому что всегда ровно половина разлагается. Так. Так, утория, значит, протоны 90, а нейтроны только 248, 220. 228 минус 90. 138. А теперь давайте определяем соотношение нейтрона, протонов. 138 делим на 90. Больше становится. Больше становится. Значит, самопроизвольно альфа-распад тут не происходит, или если даже происходит, вместе с альфа-частицей образуются еще другие частицы. Нейтроны в основном. Нейтроны. Просто плюс сколько-то нейтрон. Скажем, 2 альфа, 5 нейтронов все образуются. Вот тогда соотношение уменьшается, а тут у нас соотношение как бы возрастается. Только альфа, значит, не образуется. Просто мы сначала каждый по отдельности переходим. Иногда в одной реакции несколько разных процессов одновременно может быть. Альфа-распад и еще какой-то распад. Или просто образование нейтрона и так далее. Альфа-распад первый. Второй. Бета-распад. Бета-частица тоже есть у нас. Два вида бета-частицы есть. Бета-минус, бета-плюс. Бета-минус имеют отрицательный заряд, масса не имеется. Это как электрон. Бета-минус частица, это есть электрон. Для сравнения давайте берем того же урана. 92, 238. Получается бета-минус, плюс какой-то х. Изотоп. На какое число при добавлении минус 1 мы получаем 92? 93. Значит, 93, 238. Как раз вот этот процесс самопроизвольно происходит. Потому что, смотрите, протон. Протон больше становится. Масса при этом не меняется. Значит, что такое бета-минус распад? Это все должны знать хорошо. Бета-минус распад. Это значит превращение нейтрона в протон. И в электрон. Ну, бета-минус или электрон. Можно написать, давайте электрон. Электрон и бета-минус это одно и то же. Значит, протон имеет один заряд и масса тоже один. Нейтрон не имеет заряда и масса один. Вот. Видите? Минус 1, плюс 1, 0. 1, плюс 0, 1. Вот. Что такое бета-минус распад? В результате бета-минус распада всегда нейтрон превращается в электрон и в протон. В ядре протонов слишком много. Просто один нейтрон превращается в протон и также образуется электрон, но электрон уже выходит в орбитарь. В ядре не может быть электрон. Понятно, что такое бета-минус распад? Вот как раз в результате бета-минус распада уменьшается соотношение нейтронов к протонам. Третий. Бета-плюс распад. Это бета-плюс частица позитрон называется или антиэлектрон. Заряд есть, масса нету, как электрон, только заряд другой, никакого электрона, да? Положительный заряд. Позитрон называется эта частица. Уран 92, 238. Получаем бета-плюс 1, 0 и плюс х. Значит, заряд х-а 91 уже. 91 плюс 1, 92. Но при этом масса не меняется. Масса не меняется. Протон, смотрите, на 1 меньше становится. Значит, бета-плюс распад сопровождается превращением протона к нейтрону. 0,1 плюс 1, 0. С нейтрон и антиэлектрон образуется. Позитрон. В результате заряд на 1 уменьшается. Заряд атома на 1 уменьшается. К четвертой есть еще электронный захват. В этом случае от орбиталь 1 электрон падает на ядро. Или по-другому называется падение электрона на ядро. Так называется по-другому. А тут уже, смотрите, падение электрон прибавляем до реакции. Что-то плюс электрон. 92, 238. Минус 1, 0. В результате что получаем? 91, да? 91, 238. А тут тоже, видите, протон на 1 уменьшается. Это протон, значит, плюс 1, 1, плюс электрон, минус 1, 0. Получается нейтрон. 0 и 1. В результате падения электрона на ядро, протон превращается в нейтрон. Понятно? Вот что превращается, это надо знать. Теперь давайте в один ряд напишем все частицы, которые можно, может быть использованы в ядерных реакциях. Так, альфа частица, значит, заряд 2, масса 4. Бета, минус 1, 0. Это как бы есть электрон, да? Можете написать электрон или бета минус. Бета плюс, позитрон. Позитрон называется. Антиэлектрон. Так, есть еще гамма-частицы. 0,0. То есть, можете их просто не учитывать, просто выделяется свет и все. Ни масса, ни заряд не меняется. Это фотон или по-другому, что называется, вот, ХВ. Фотон. Просто излучение. Без массы, без заряда. Также мы используем протоны. Значит, 1,1. Нейтрон 0,1. И электрон минус 1,0. В основном используются вот эти частицы плюс элементы. Как бы не элементы, а атомы. Вот что важно, никогда в ядерных реакциях массу не берем из таблицы Менделеева. Потому что это таблица элементов. А вот тут, а тут участвуют атомы. То есть, конкретный изотоп. А элементы это что такое? Это совокупность изотопов. То есть, там, если мы берем уран, там различные ураны есть. Совокупность всех уранов встречается в природе. А в задаче может быть уран с другой массой просто. Другой изотоп. У урана около 15 изотопов есть. Понятно? Так. Уран плюс 2 альфа-частицы. Так, еще есть искусственная радиоактивность. То есть, тут происходит бомбардировка ядра какого-то изотопа с помощью других частиц. То есть, вынужденная радиоактивность заставляет частицу разлагаться на других изотопах. То есть, если вот у нас до реакции какой-то изотоп плюс какие-то частицы, это значит уже происходит бомбардировка ядра. Через ядро проводит вот этот поток альфа-частиц или бета-частиц. Тогда уже протекает реакция. Вот, уран. Пусть берем массу 238,92. Заряд спокойно можно использовать из таблицы. Нужно использовать из таблицы. Но массу нет. Если дается вам хорошо, не дается, вы должны, значит, искать массу. Так. Получаем 5 нейтронов. Плюс... Что еще надо сказать? Протон. Ну, не нейтрон. Ладно, протон. Ну, просто стараемся уравнять реакцию. Больше ничего. Плюс икс. Как найти вот заряд и массу этого икса? Сначала сложить то, что с левой стороны, а потом с левой стороны... Альфа-2. То есть, заряд каждой альфа-частицы 2. Но вот это количество альфа-частиц. Сколько альфа-частиц? 2. Общий 4. 4 плюс 92. 96. Общий заряд. А тут сколько общий заряд? Всего лишь 2. Не, 5 на 0, 0 плюс 2. 2 всего лишь. Значит, какое-то число, икс, плюс 2, 96. Значит, 94-й изотоп. Ну, то есть, изотоп элемента образуется. А массу определяем. 2 на 4, 8. 246, да? 246. А тут 5 плюс 2, 7. 238. 9. 239. Вот, 239. Понятно? Что? Хотя бы... Какой изотоп образуется теперь можете определить? Перед альфой всегда будет? Нет, нет, нет. Перед альфой не всегда следует. Или дается, или будете определять, исходя из других данных. Из других данных будет определять. Ядерный раз только у максимальных пунктов? Нет, кроме них тоже есть. Изотопы свинца есть радиоактивные среди них. У висмута есть, у полония есть. Даже у радона остата. То есть, там 80 плюс заряд. Обычно. У всех, в принципе, есть. Вот углерод, углерод 14-й тоже радиоактивный. Археолог найдет в каком-нибудь кости животных, да? Или склеты людей. Как определяет, сколько лет этому останку, например? Через изотоп углерод 14. Потому что у углерода 14 есть свой период полураспада и определенное количество в организме. Сколько должен быть в организме, в составе костей. Это известно уже. То, что оно нас... Да, из находок определяет массовую долю углерода 14, а потом через формулу определяет просто, сколько лет прошло. Это несложно. По ядерным реакциям решаем задачи. Третий вопрос. Уран 92, 238, распадается на 4 моль альфа частицы, 2 моль бетля минус и на неизвестного х изотопа. Так. Заряд с правой стороны, кроме х, 8, минус 2, 6. А тут 92. Значит, х плюс 6, 92. 86 плюс 6, 92, правильно? Поэтому заряд х, 86. Масса 16. У бета-числить не имеет свою массу. Х плюс 16, 238. Значит, х, 238, минус 16, 222. 222. 86-й, это родон. Поэтому ответ С. Второй. Уран 92, 238. Плюс 2 альфа частицы. Получаем протоктиний. Заряд какой у протоктини? 91. И Y моль нейтроны. Вот. С левой стороны общий заряд 4 плюс 92, 96. С правой стороны пока что 91. У нейтрона, сколько бы ни было нейтрона, заряд 0. Поэтому заряд только от бета-числить. 5. Если прибавить, получаем 96. Масса с левой стороны. 8, 238, 246. У бета-числить не имеется масса, поэтому только масса нейтрона и протоктина должен быть. 246, 239 плюс 7, да? Плюс 7, 246. Поэтому количество нейтронов 7. Седьмой вопрос. При распаде плутония, плутония распадается массой 243, задача, об этом написано. При распаде плутония образуется 5 альфа частиц, 4 бета-числить и 3 нейтрона. И х, конечно. Найдите. Нейтроны х. Не массу, не протон, а нейтроны х. 94 заряд. Значит, вот тут у нас общий заряд, кроме х. 10 минус 4, 6. Значит, 6 плюс 88, да? 6 плюс 88, 94. Масса 23, значит, 243 минус 23, 220. Тогда нейтрона х. 220 минус 88, 132. Ответ 132. Восьмая задача. При столкновении ядра свинца массой 208, свинец 82, да, элемент? И цинка, цинк массой 70, 30, какой? Третий, да, цинк? Цинк. Тридцатый. Цинк тридцатый. Образуется один всего лишь нейтрон, один нейтрон, и изотоп неизвестного элемента. А при этом количество незаряженных нуклонов. Нуклон – это, Мухаммад, это ядро, а незаряженный нуклон – это нейтрон, то есть в ядре содержащие незаряженные частицы нейтроны. Так, общая масса, ой, заряд – 112, 112, да? 112, у нейтронов нету вообще заряда, поэтому получаем 112-го изотопа. Так, масса, масса 278 с левой стороны, а тут всего лишь один, значит, 277, тогда нейтроны 277 минус 112, 165 незаряженных нуклонов в составе этого изотопа. Понятно? А теперь более сложные задачи, давайте внимательно осуществим. Девятая задача. Нобелий распадается на Кюрия, значит, масса есть 254, 234, а заряды через таблицу. Определяем. Нобелий 102, 96. Плюс х моль альфа частицы, плюс у моль бета минус частицы. Что известно? Сколько электронов образуется при распаде? 12,7 миллиграмм нобелия. Через массу нобелия мы должны определить количество электронов. Для этого надо уравнять ядерную реакцию. Найти Y. Так, смотрите, у альфа есть масса, у бета тоже есть заряд. Заряд и там, и тут есть. Поэтому мы начнем через массу, потому что масса зависит только от альфа частиц. У бета частиц не имеется масса. Поэтому легко мы определяем X. Разница 20, да? Значит, 20 грамм масса должно быть у альфа частиц. А 20 грамм это 5 альфа частиц, потому что каждый 4 грамм. Так, теперь заряд 10, 106. Так, без бета, с правой стороны 106. А тут как раз минус, который уменьшает до 102, да? 4, 4 бета частиц, значит. Вот, зависимость теперь у нас есть. Из 254 грамм Нобелия получаем 4 моль электронов. Правильно? Вот электроны. В реакции участвуют 12,7 миллиграмм. Смотрите, это миллиграмм, это грамм. То есть единицы измерения разные, поэтому или грамм надо перевести на миллиграмм, или миллиграмм на грамм. Тогда, смотрите, миллиграмм я превращу в грамм, тогда 10 степенем минус 3 грамм. Один грамм, тысяча миллиграмм. Когда переходите от миллиграмм на грамм, на тысяча делим. А при переходе от грамма на миллиграмм умножаем на тысяча. тогда x 0 127 0 селых 127 0 села 0 127 неправильно потому что 12 7 делится на 254 0 селых 02 или просто 02 без 10 степени 3 а без тогда 02 10 степени минус 3 да это это два 10 степени минус 4 моль получается электронов мы должны найти количество не через моль а количество чтобы от моль переходить на количество n умножаем на число вагаду правильно большое на 6 0 2 10 23 умножаем на 2 10 степени минус 4 двойка умножается 1204 10 степени при умножении степени прибавляем 19 минус плюс 19 23 плюс минус 4 это 19 значит 1204 10 степени 19 электронов образуется это ответ и похожая задача обратная задача вам дается количество электронов и масса а найти атомную массу берклия реакция какая фирме сто двести пятьдесят три распадается на берклия заряд какой берклия плюс x-моль альфа к плюс y-моль бета у нас тут три неизвестные до x игре еще масса берклия поэтому x и y не можем определить или x игре и еще масса берклия не здесь но есть подсказка какая подсказка оказывается из 15 телах 18 миллиграмм фирме я образуется 36 12 10 18 смотрите что делаем от миллиграмма перехожу в грамм при этом на тысячу умножаю до на тысячу умножаю значение не меняется только единицы измерения меняется а так как массу я умножаю на тысячи когда количество атом колесе электронов тоже должен умножить на тысячи это тогда у нас 36 12 10 21 получается ну на три нуля больше 100 на тысячи умножаем вот зависимость а это у нас смотрите это у нас 0 36 10 23 правильно а нам нужно найти из двести пятьдесят три грамм фирме я сколько электронов образуется 10 23 оставляем 602 10 23 это есть один моль до числа вагадру значит y1 откуда мы это знаем вот отсюда понятно на y1 а теперь можно найти x а через заряд потому что масса берклия неизвестно так 97 минус 1 96 и 4 должен быть заряд поэтому сюда двое кусты а теперь можно найти массу берклия вот теперь мой 8 и 0 8 значит отнимаем 8 от 203 245 вот потом нашли значит сначала вот это число потом вот это число потом уже масса берклия 245 ответа ответ и 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 вопрос уран 92 распадается на x альфа плюс y бета и плюс радон 8 сейчас у радона масса смотрите не масса урана не масса радона мы не знаем также не знаем количество альфа и бета 4 неизвестны хорошо что известно известно что x один серв 25 раз больше чем y значит y если умножаем на 125 равняется на x x 1 сел в 25 раз больше чем y а чтобы их приравнять y должны умножать на 12 не x x то и так больше понятно значит где есть x мы можем написать что ой 1 25 y а масса все равно неизвестна урана радона поэтому через заряд мы составляем уравнение и одно неизвестное уравнение против получается 92 2 смотрите равно 2x до места x и нам все один 25 y 125 y умноженные на 2 минус y плюс 8 6 значит 92 минус 86 равно это два с половиной минус один полтора y 6 странам полтора y y 4 y 4 вот y если 4 тогда x сколько 125 раз больше просто значение y умножаем на 1 25 получать вот только теперь мы можем сюда 5 а сюда 4 а теперь что известно из 10 целых 9 миллиграмм урана они из 11 целых 9 миллиграмм урана образуется 10 целых 9 миллиграмм радон смотрите масса урана и радона отличаются друг от друга за счет вот этих частиц а тут сколько грамм масса 20 плюс 0 значит масса урана и радона отличается на 20 грамм я написать написать как x плюс 20 а это x ну или она у нас x уже есть а плюс 20 и а почему на 20 грамм отличается всем понятно вот тут общая масса 20 так и уравнение составляем а плюс 20 а 11 целых 9 10 целых 9 тут на 1 грамм отличается оттуда на 20 грамм значит вот это надо на 20 умножить и все при этом получаем чему равно а плюс 20 значит а плюс 20 238 ну или решайте уравнение если вам это непонятно одно неизвестное уравнение ответ а 21 задача нептуный 93 распадается на изотоп свинца 82 x альфа и игре минус бета на игре минус бета в результате 59 миллиграмм нептуния образуется сколько-то электрон то есть мы знаем зависимость масса нептуния и количество обеточки но мы это не можем пока что использовать почему потому что не массу не количество бета мы не знаем то есть невозможно составлять уравнение хорошо дальше найдите количество нейтронов нептуния и важная подсказка нейтроны нептуния на 17 больше чем у свинца нейтроны нептуния на 17 больше чем нейтроны свинца давайте нейтроны свинца берем но x у нас есть а а нейтроны нептуния тогда а плюс 17 вот а масса это что такое тогда ар нептуния чему равно а плюс 17 это только нейтроны нептуния плюс 93 а плюс 110 да это аэродин а r2 масса свинца а плюс 82 правильно а а теперь через масса а и стока и икс у игрека нету массы значит масса нептуния а плюс 110 равно масса свинца а плюс 82 так 4 икс и все а тут а сокращается значение а мы не можем найти а сокращается при переходе влево 82 тоже переводим влево 28 равно 4x тогда x x 7 нет икс и а а мы не можем найти а сокращается то есть вот этот 7 вот x вот этот сильно а теперь можно найти y через заряд конечно 14 96 а там 93 чтобы равнять мы сюда после этого мы нашли тройку то все еще мы не можем найти массу нептуния а вот теперь можем использовать вот количество электронов потому что мы знаем из одного моля нептуния образуется 3 моль электронов а у нас какая зависимость из смотреть из 59 миллиграмм нептуния образуется 45 15 10 19 электронов так переводим на грамм 59 грамм нептуния а это умножаем на 3 то есть как бы 45 15 10 22 а я перевожу вот это запятая вот сюда и степень становится 23 а из одного моля нептуния сколько электронов образуется 3 моль а 3 моль электронов это 18 06 10 23 правильно внутри на числа вагадром уже xx или это есть а атомная масса нептуния а у нас то нейтрон ну бела на 236 это масса нептуния вопрос какой найдите колеса нейтронов нептуния значит нейтрон нептуния 236 минус 93 143 вот 25 вопрос опять математика тут больше математики чем химии е неизвестный элемент заряд z масса 252 плюс x моль альфа частицы получаем фирме 100 масса а плюс 2 бета плюс плюс 6 нейтрон вот определите количество электронов в составе изотопа неизвестного элемента если е и фермой изотон и найдите заряд электроны это есть заряд как как все начнем начнем с того что они изотон и изотон что такой одинаковые нейтроны а нейтрон как определяется масса минус протона значит 252 минус z равно а минус 100 через заряд можем составлять уравнение з плюс 2 x равно 100 плюс 2 100 плюс 2 и через массу еще одно уровне столь 252 плюс 4 x равно а плюс 6 как раз три неизвестные как раз три неизвестные у нас x за поэтому требуется три уравнения чтобы найти x и x и x и а упрощение это уравнение 100 переводим влево с плюсом на переходе 352 равно а плюс z хорошо 102 равно 2 x плюс z и третий 6 переводим туда с минусом 246 равно а минус 4 x вот так смотрите отнимаем второе уравнение от первого 352 минус 102 250 равно z сокращается а минус 2 x остается понятно вот первое уравнение 2 3 потом как бы 4 получается у нас из начальных двух уравнений а теперь легко мы определим x минусуем друг от друга точнее 1 от 2 4 равно 2 x минус 2 x минус 4 x минус 2 x минус минус 4 x это 2 x x минус 2 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 x минус двести пятьдесят четыре девяносто восемь все девяносто восемь это заряд неизвестный элемент это значит девяносто восьмой или вы и тут таких задач 5 точно так же решается я еще одну покажу вам двадцать девятый двадцать девятый торий распадается на неизвестного е элемента плюс альфа x моль да плюс 4 моль позитрон торы и неизвестный элемент являются изотонами найдите сумма протонов нейтронов и электронов составе элемента заряд и массу мы должны определить давайте заряд е элемента берем а массу б торы 90 элемент не массу мы из таблицы не берем а написано а если написано хорошо 200 тогда хорошо если написано это отлично это смотрите они изотон и двести тридцать девять минус 90 это нейтрона тория сколько сто сорок девять равно b минус а 90 равно а плюс 2x плюс 4 и 239 равно b плюс плюс 4x плюс все да вот три уравнение по разному принципе можно считаю три уровня 3 неизвестно другой вариант ладно вам покажу давайте вот отсюда определяем а почему равно а а равно b минус 149 да и b минус 149 напишем где а тогда 90 это второе уравнение 90 равно b минус 149 плюс 2x плюс 4 упрощение этого уравнения плюс 145 переводим сюда с плюсом 235 4 тоже есть b плюс 2x получился да это второе уравнение это вот второй уравнение и это второй уравнение а теперь подключаем третье уравнение 239 равно b плюс 4x вот вам уравнение и отнимаем первое от второго 2x равно 4x2 x2 тогда вот сюда ставим двойку b равно 231 а теперь а вот сюда ставим b 231 минус 149 82 вот значит элемент заряд 82 масса 231 найдите протона нейтрон и электроны вот 231 это есть протон плюс нейтрон и туда добавляем еще 82 313 получается 82 это электроны 313 ответ 313 313 еще одна интересная задача но не сложная а превращается в b плюс позитрон один муль плюс нейтрон тоже один мой вот при распаде а изотопа его атомная масса уменьшается за счет позитрона и нейтрона точнее за счет нейтрона только почему потому что позитрона не имеет масса 5 процента составляет масса вот этих частиц от масса а а а их общая масса сколько один грамм значит один грамм 5 процент а сто процент это 20 это есть масса а ну а тогда 20 б тогда 19 найдите массу распавшийся изотопа а если в результате образуется позитронов 1505 количество позитронов количество позитронов количество позитронов 15 05 10 23 делим на 6 0 2 10 23 получаем два с половиной два с половиной моль позитронов образуется так 20 грамм а разлагается 1 моль позитрон два с половиной позитроны x x 50 x 50 и несколько в конце теста есть вопросы это не по ядерным реакциям по строению атом по изотопам можете смотрите сколько разных молекул озона образуется из трех изотопов кислорода 16 на 1 или на втором тесте мы решали такие вопросы да сколько разных разных молекул озона озона озон это о 3 то есть три кислород содержащие молекула а кислорода три разные смотрите о или он не обязательно 16 16 16 только из изотопов кислорода массы 16 можно написать формула зона 16 16 17 16 17 16 17 17 ну и 17 17 17 потом 16 16 18 16 18 18 18 18 18 18 потом 17 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 7 6 6 hd из трех изотопов кислорода 16 17 18 аферикс водорода это h2o2 то есть молекула в составе содержит 2 водорода 2 кислорода не 3 не 1 2 2 значит каждый раз мы можем использовать только 2 водорода и 2 кислорода h h давайте пока что кислород берем 16 только 16 кислород потом hd о 16 ht 16 потом так dt о 16 потом dd о 16 и т т о 16 значит комбинация между атомами водорода 6 так смотрите мы использовали только 16 16 кислород и у нас 6 получится а следующий раз мы оставляем комбинация между водородами и меняем кислород 16 на 17 17 17 16 18 17 18 18 и комбинация между кислородом тоже получается 6 6 раз по 6 мы можем написать формулы значит сколько получается 36 36 разных формула 34 вопрос сколько разных молекул аммиак аммиака 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 н н аж 3 с молекулярной массой 19 грамм на моль и 21 грамм на моль может быть из двух изотопов азота то есть мы можем использовать азот 14 азот 15 из трех изотопов водорода 1 2 3 вот сколько молекул с массой 19 и сколько молекулами космосе 21 может быть давайте сначала берем азот 14 и будем искать молекул с массой 19 если азот уже 14 грамм то остается 5 граммов для изотоп водорода до 3 водорода сумме должен быть 5 грамм это аж аж т 113 да это может быть hdd hdd 221 больше нет а теперь hd т1236 получается не мы должны использовать 3 водорода там что аммиаке содержит 3 водорода 3 водорода должен быть теперь напишем азот массой 15 тогда у нас для водорода остается всего лишь 4 грамма это h hd другого варианта нету потому что 3 против 3 грамм от 2d терия уже 4 грамм 3 никак не может быть правильно да наш всего лишь 3 изотопа ой 3 молекулами к может иметь 19 грамм нам они 21 азот 14 из началась позже для водородов остается 7 грамм это значит д д т да это может быть еще hd т133 больше нету и теперь азот 15 для водорода в 6 грамм это д д д д д это может быть hd т и все значит ответ 3 и 4 3 молекул массой 19 грамм на моль и 4 молекул массой 21 грамм на моль на моль